Канал GT-класс, с вами Андрей Щетников. В этом ролике я собираюсь рассказать о том, что такое емкость конденсатора и как рассчитывается его энергия. Ну, в любом случае надо понимать, что этот ролик это что-то вроде конспекта. А если хочется разобраться поподробнее, то надо брать какой-нибудь учебник, ну, например, общую физику Ландсберга, и читать ее, задавать себе вопросы. Ну, а мы пойдем по конспекту. Итак, ну, начнем с основной формулы, в которой содержится емкость. Эта формула нам говорит, что заряд конденсатора пропорционален приложенному к нему напряжению. И коэффициент пропорциональности мы и называем емкостью. Ну, на эту формулу можно смотреть как на определение, но вообще говоря, ведь и здесь надо задать вопрос, а почему так получается, что когда напряжение в два раза больше, заряд в два раза больше, а когда напряжение в 10 раз выросло, заряд вырос в 10 раз. Ну, ответ здесь такой. Надо вспомнить, что такое напряжение. Это работа, которую мы проделываем, перенося пробный единичный заряд с одной обкладки конденсатора на другую, приходящаяся как раз на единицу заряда. Ну, когда у нас на конденсаторе вдвое большие заряды, на одной обкладке и на другой с противоположными знаками, то, когда мы переносим пробный заряд, он положительный понес с нижней обкладки на верхнюю, он в два раза будет сильнее притягиваться отрицательными зарядами на нижней обкладке, в два раза сильнее отталкиваться положительными зарядами на верхней обкладке, мы его понесем через в два раза большее электрическое поле, ну и, соответственно, проделаем в два раза большую работу. Так что, как бы вот, это то, что касается первой формулы. Ну, теперь сделаем следующий шаг и выведем формулу для емкости плоского конденсатора. Ну, плоским конденсатором у него параллельные пластины, и мы считаем, что зазор между пластинами мал, в том смысле, что лишь малая часть электрического поля вываливается наружу. Так, здесь я уже написал, что такое электрическое поле. Мы про это уже один раз говорили. Напряженность электрического поля, которая в вольтах на метр. Это напряжение между обкладками, не надо путать напряженности напряжения, деленное на расстояние между обкладками. Ну, соответственно, напряжение, это будет напряженность, умноженная на расстояние. Сила, действующая на единичный заряд, умноженная на расстояние, на которое мы перемещаем этот заряд. Есть работа, которую мы проделали по перемещению этого единичного заряда. Это вот здесь в формуле все сидит. Ну и следующий шаг, давайте посчитаем емкость, ну для этого делаем несколько шагов, вот смотрим сюда, нам нужно найти, нам нужно выразить заряд на обкладках конденсатора через напряжение, и то что получится, это будет, вот этот коэффициент, это и будет емкость. Мы берем, значит и так, что такое заряд? Ну у нас заряд распределен по обкладке, с какой-то плотностью поверхностной заряда, заряд сам в кулонах, плотность в кулонах на квадратный метр, ну соответственно нам надо эту плотность умножить на площадь обкладок, сигма на S. Следующий шаг, мы сигму, плотность заряда, выражаем через напряженность электрического поля. Ну вот здесь отдельный кусок, это делается частиарема Гаусса, и плотность заряда пропорциональна напряженности поля, которое из этого, как бы из этой обкладки торчит и смотрит на другую обкладку. И в системе C, здесь у нас пишутся два коэффициента, эпсилон нулевое, так называемое диэлектрическое постоянное. А еще я считаю, что у меня конденсатор заполнен диэлектриком с диэлектрической проницаемостью эпсилон, поэтому сигма, это есть эпсилон на эпсилон нулевое на E. Ну и S переписал. А теперь мы E, напряженность электрического поля, заменяем через напряжение или разность потенциалов между обкладками. E равняется U на D. Вот сюда подставляем вместо E U на D, ну и у нас получается эпсилон, эпсилон нулевое, вот это S сюда перешло, и вот еще U на D. U я отдельно написал, а D в знаменатель послал. Для того, чтобы формула приобрела вид Q, равняется что-то умноженное на U, вот такой. И вот это что-то, это и есть емкость плоского конденсатора. Она пропорциональна площади обкладок, чем больше площадь, тем больше емкость. Обратно пропорциональна расстоянию между обкладками, чем меньше расстояние, тем больше емкость. Ну и еще пропорционально диэлектрической проницаемости того диэлектрика, который мы поместили. Если это диэлектрическая проницаемость высока, то еще за счет этого емкость конденсатора растет. Емкость растет, значит при том же напряжении мы сможем запасти в конденсаторе больший заряд. Следующий кусок у нас посвящен энергии конденсатора, любого, не обязательно плоского. И главным здесь является вот это соотношение, которое говорит нам, что когда мы добавляем, ну точнее переносим с одной обкладки конденсатора на другую очередную порцию заряда DQ, мы сопережаем при этом работу DW против электрического поля, которое на конденсаторе уже имеется. Ну соответственно нам нужно перенести этот заряд DQ и преодолеть разность потенциалов U. Поэтому работа совершенная DW есть U на DQ. Ну а теперь нам нужно найти полную работу, которая таким образом совершается при зарядке конденсатора до заряда Q, ну или если вам нравится, до разности потенциалов U. Для этого нам нужно все такие элементарные работы сложить. И у нас чем больше заряд Q, тем больше, ну вот это вот у меня DQ такое маленькое, а соответственно вот это будет у меня площадочка U на DQ, очередная. Все большую, большую и большую работу надо совершать с каждой порцией переносимого заряда, потому что уже там на обкладках перенесенные заряды имеются, и мы следующий заряд, когда переносим, эти вот перенесенные заряды противодействуют тому, что к ним следующий заряд добавляется. Работу надо совершать все больше и большую. Ну и соответственно полная работа. Есть площадь вот такого треугольника, его основание Q, а его высота U, то есть Q поделенная на С. А чтобы найти площадь, надо соответственно основание на высоту перемножить и поделить пополам. Получим Q в квадрате делить на 2С. Теперь то же самое на языке интегрирования, таком символическом. Ну мы интегрируем от 0 до Q, что? Вот эту, значит величину U, которая есть Q поделенная на С, по DQ. Ну, единица на С, есть величина постоянная, ее за знак интеграла вообще можно вынести. У нас будет интеграл QDQ от 0 до Q, ну, который равен Q квадрат пополам. И мы получаем результат Q квадрат делить на 2С. Ну, а если нам нравится, мы можем заменить оба Q на СУ в этой формуле, и тогда получим СУ квадрат пополам. Самая естественная запись для энергии, кажется, потому что мы обычно именно разность потенциалов можем измерить. Ну, впрочем, нам может пригодиться и третий вариант этой формулы, когда мы одно Q заменяем на СУ, а второе не заменяем. И мы получаем Q у на У пополам, собственно, то, что вот здесь нарисовано, без, значит у нас емкость не входит в эту формулу. Каждый раз мы два значочка оставили, а третий у нас удален. Ну, и можно пользоваться каждой из этих формул там, где нам это удобно. Ну, и заключительный фрагмент у нас посвящен энергии электрического поля. Ну, и все это рассуждение делается на примере конденсатора и даже на примере плоского конденсатора. Мы берем сначала энергию заряженного конденсатора Q пополам с предыдущего фрагмента. Теперь с самого первого, уже для плоского конденсатора, нам нужно бы сейчас Q и У приставить через напряженность электрического поля в пространстве между обкладками. Ну, вот Q у нас таким образом выражалось. Эпсилон, эпсилон нулевое Е это плотность заряда на обкладке и умножить на площадь обкладки. Ну, а У, соответственно, это напряженность электрического поля умножить на расстояние между обкладками. Подставляем одно и другое в эту формулу и получаем, я вот таким образом собрал значит, разные крючочки. С одной стороны я записал эпсилон, эпсилон нулевой Е квадрат пополам, а с другой у нас есть С и Д два множителя, которые вместе дают, собственно говоря, объем пространства между обкладками. Ну, стало быть, если это энергия, а это объем, то вот этот кусочек записи мы можем интерпретировать как плотность энергии, как энергию, приходящуюся на единицу объема. Ну, и это рассуждение было проделано на примере плоского конденсатора, ну, а в курсе там высокой науки в университете его проделывают и в общем виде и получают вот такое выражение, что даже если Е в разных точках пространства разное и эпсилон разное, все равно мы имеем энергию какого-то объема, значит, электрического поля внутри какого-то объема, чтобы найти, надо вот эту величину, эпсилон, эпсилон нулевой Е квадрат пополам, плотность энергии проинтегрировать по всему объему. Ну, здесь вот хочется сказать еще некие идейные слова, конечно, что ну, мы энергию двумя разными способами получается мыслим. Один раз мы ее мыслим через работу, которую мы производим, так сказать, заталкивая или перенося с обкладки на обкладку очередные и очередные заряды. Ну, вот такая картинка. А другая картинка, завод, конденсатор уже заряжен. Где там содержится его энергия? Ну, и вот такой взгляд на эти вещи, что энергия содержится как это, не в зарядах, а в пространстве между обкладками в электрическом поле. Ну, пока что это все я бы сказал как бы такие способы видеть разные. А почему именно вот этот способ когда энергия через плотность представляется, как бы в чем его физический глубокий смысл, это, конечно, проявляется где-то там дальше, на следующих уровнях, но вообще говоря, в значит, это самое по-настоящему уже в специальной теории относительности, когда у нас появляется тензор энергии и импульса, и тензоры, соответственно, для компонент электрического магнитного поля и выражения для энергии электромагнитного поля. Ну, а пока что будем довольствоваться тем, что есть, на этом я ставлю точку, ну и собираюсь сделать ровно такой же фильм в таком же порядке об индуктивности, соответственно, энергии катушки индуктивности и энергии магнитного поля в этой катушке. До новых встреч! Продолжение следует...